Добрый день! Вы на канале Тульская Правда. С вами Михаил Федоров. Многие знают о городе Ровно на Западной Украине. Но немногим известно, что поселок с таким же названием Ровно есть и в Тульской области, в Белевском районе. Именно здесь располагаются Ровенские сады, из яблок которых делают знаменитую Белевскую пастилу. Но мы с вами будем говорить сегодня не о пастиле, а о проблемах жителей поселка. Ведь здесь канализация затопила целую улицу. На данный момент у нас возникла такая проблема. У нас прорвало канализацию. Вся канализация течет непосредственно на наши огороды. Вот это течет канализация. Эта проблема уже стоит больше двух месяцев. Вот как начало снеготаяние, как началась весна, сначала как бы стаял снег. Вот этот запах убивающий, не воды, а именно канализации. Вот два месяца вот так течет. Мы не можем ничего не копать, ничего. Огород зарастает весь травой. Пройти на огород нам просто нельзя. Сами своими силами прокапываем от парника. Вот вы видите, прокопанная здесь траншея. В парнике вот стоит вода. Здесь вот зайти в парник нельзя. Вот стоят лужи из канализации и запах оттуда этого зловония канализации. Вот мы сами пропружаем по силе возможности весь участок, как у тех соседей у нас и дальше, ниже, которые у нас находятся. Они все залиты вот этой вот канализацией. Мер никто никаких принимать не хочет и никто ничего делать не хочет. Данная беда случилась два месяца назад, но до сих пор администрация не приняла никаких мер. Более того, администрация сказала жителям, что во всем виноваты грунтовые воды и обязала их устранить последствия прорыва канализации за свой счет. Они ссылаются все как бы на грунтовые воды. Но это наглядно видно, что это уже течет не грунтовые воды, это уже течет канализация. Поэтому мы просили, на что она мне ответила, что мы, жители этих домов, должны сами собрать денежные средства, выкачать эту канализацию, вот эту, которая бочка находится на бугру, она к нам никакого отношения вообще не имеет. У нас возле каждого дома стоит своя канализация. Вот. Выкачать и поставить заглушку. Я инвалид третьей группы по онкологии. У меня пенсия 12 тысяч рублей. Почему я должна, извините за выражение, убирать и затыкать чье-то вот это вот безобразие, или я не знаю, как это правильно самое сказать. А ведь подобная проблема уже была в поселке около пяти лет назад. Но только тогда, после обращения жителей к Путину, проблему моментально устранили. И тогда администрация не говорила ни о каких грунтовых водах. Пять лет у нас была такая проблема, то же самое с этой канализацией. Я писала непосредственно письмо президенту нашему Владимиру Владимировичу. Вот. Они продули, прокачали эту канализацию. Вот. Пять лет мы как бы проблем с этим не испытывали. Помимо неприятного запаха, а также невозможности пройти и проехать, у жителей появилась еще одна большая проблема. Канализация затопила их огороды-парники, фактически лишив их своих хозяйств. А что такое огород для сельского жителя, я думаю, не надо пояснять. Наглядно видно, что течет везде канализация и затоплены огороды. В парнике стоит сплошная канализация, пройти мы туда не можем. Урожай, который, как говорится, мы высадили рассаду, за счет чего мы живем, половина уже пропала. Она вот стоят как бы самые пустые ящики, потому что нам ее некуда высаживать. Друзья, помогайте распространять это видео. Только так мы сможем помочь жителям поселка Ровно добиться справедливости. Кстати, нужно сказать хорошую новость. Мы добились большой победы в ситуации с бабушкой-ветераном из Арсеньевского района, которая попала в ситуацию, что из-за плохой дороги она фактически лишилась возможности покупать себе продукты. Так вот, уже в день выхода нашего ролика вечером к ней приехали представители районной администрации с продуктовым набором. Также администрация пообещала в течение недели выполнить градирование этой дороги и сказала, что с понедельника каждую неделю автолавка будет заезжать в деревню и бабушка сможет купить продукты. А ближайшая школа в деревне Большие Голубочки взяла над бабушкой шество. И к ней также будут приезжать ученики и оказывать посильную помощь в хозяйстве. И этой победы мы достигли благодаря вам, нашим подписчикам, благодаря всем тем, кто ставил лайки и помогал распространять это видео. Поэтому, друзья, скажу еще раз, давайте теперь вместе поможем жителям поселка Ровно добиться справедливости. С вами был Михаил Федоров, подписывайтесь на канал Тульская правда, ждите новых видео, до новых встреч!